Здравствуйте, все радиослушатели. На самом деле, действительно, у нас в республике происходят интересные такие вещи. Мы на заседании Бюро ТВСКОМ КПРФ совсем недавно, в середине января, приняли решение о проведении большого митинга в Кызыле против роста цен на товары первой необходимости, горючие смазочные материалы и так далее и тому подобное. Действительно, мы понимали прекрасно, что время может с чем-то не на нашей стороне, поскольку власти уже начали готовиться к этому омикрону. И действительно, мы как воду смотрели, мы заявку подали на 1 января. И уже по основлениям главы, значит, принято решение запретить в нашей республике, в республике ТВА массовые мероприятия до 1 апреля. Это как будто шутка такая, до 1 апреля. На самом деле, это не шутка. Но так как мы уже в мэрии уведомления подали, соответственно, мы думали, что 50 на 50 здесь все-таки решится этот вопрос. Но, как говорится, через 3 дня наши организаторы в лице Дениса Павловича и Владимира Домба-Кулера, они получили ответ с мэрией, что в связи с ограничительными мерами митинг провести будет невозможно. На самом деле, митинг это была основная тема, но мы там еще одно уведомление подали по возложению цветов в памятнику Ленина. Но там тоже они нам не согласовали, но мы все равно будем это возлагать. У нас есть одна методика, будем делать. Но большой вот этот митинг, социальные сети очень активно его подхватили. На самом деле, хочу вам так сказать, единственная политическая сила у нас в ТУВЕ, которая выступает не только оппонентом партии власти в лице «Единой России», которая постоянно предлагает, но в то же время и критикует, это КПРФ, ну и наши союзники. Дело в том, что все остальные партии, это псевдопартии в лице ЛДПР, «Справедливая Россия», они выполняют такую техническую роль. Они в основном, чтобы вы понимали и знали, уважаемые радиослушатели, это партии все-таки одному-двух людей, кто перед выборами регистрируется и идет на выборы разных уровней. В том числе вот у нас летом мы готовимся, будут очень выборы в городской «Хурал», это городской совет в других регионах, да. И у нас очень хорошая команда, и, соответственно, мы хотели выступить и действительно поддержать людей, потому что мы ходим в одни и те же магазины. У нас практически у всех одинаковые заработные платы средние, да, там у кого-то даже гораздо меньше. Поэтому в районе вот 25-30-35 тысяч рублей, ну как на них прожить, когда вот у нас, я вам пример приведу, чтобы не быть голословным, у нас не только в Козыре, у нас в районах с процентом самоотношения, соотношения, допустим, цена на литр молока крестьянская выросла более чем на 30%. Стоило 67, стало 104-105 рублей стоить. То же самое можно сказать о сахаре на 20-30 рублей. И то же самое можно сказать о мясе там и так далее. Если раньше килограмм говядины стал 350 рублей, можно было взять сейчас уже 480-450, на 100 рублей, да, тоже в пределах 20-35%. То есть, а зарплаты не растут. Дотационный регион, проблемы. И знаете, что больше всего поражает? Мы очень сильно рассчитывали все-таки через социальные сети, когда пошел большой отклик, подключились и федералы, подключились и местные телеграм-каналы. Кто-то целенаправленно не замечает нашу протестную работу, да, потому что так называемые коллеги из других партий всегда об этом не говорят, даже не присоединяются к нам. То есть, а народ абсолютно не топит, если по-молодежному говорить, а только объявляются возле выборов, когда вот время, и начинают орать. Кого-то в заблуждение вводят по итогу своими махинациями, кимят узнаваемостью и все. А вот эта вот каждодневная работа – это мы. И вот когда вот вчера и позавчера мы посмотрели отклик людей в комментариях, то, конечно, это нас воодушевило. Уже пришли нам предупреждения с органов внутренних дел нашим активистам, Гребенкину, Кулару, Единисову, что, мол, мы вас предупреждаем, если вы наручите закон, их ответственность там и так далее, и тому подобное. Мы же знаем, что сейчас закон о шествиях, митингах и так далее был очень сильно ужесточен. Если раньше можно было где-то как-то, не знаю, придумывать что-то и проводить это, это даже бороться в судах, то сейчас все там однозначно закроют, прикроют огромный этот штраф. Поэтому мы в любом случае с этой ситуацией будем выходить, мы будем выходить привычным методом – это одиночные пикеты. Сегодня у нас орг.отдел напечатал 20 больших здоровых баннеров с нашими требованиями, лозунгами. И вот молодежь, и наши партийцы, и КПРФ, и новый социализм, и все ребята присоединятся, и мы будем там в Кызыле стоять в самых многолюдных местах, выйдем с одиночными пикетами. Это для никого, для этого не секрет. Это первый, второй момент. Теперь третий момент, самый главный. Сегодня действительно с нами связались представители власти, завтра они организуют, значит, большое мероприятие. Это оттуда будет входить Минэконом, значит, антимонопольная служба, значит, заместители, министры, ОНРФ даже, и так далее, и тому подобное. Сегодня нам сделали звонок и сказали, что мы видим, что коммунисты достаточно активно пытаются бороться с ростом цен, как-то достучаться до правительства. Когда нам задают вопрос, ради чего вы это делаете, это, в принципе, нереально, ничего не изменится и так далее. Для нас основная задача – это рупор, это все-таки говорить, пусть народ смотрит, пусть народ видит. И действительно нас услышали. Значит, в правительстве собрала целая группа людей, комиссия специальная. Вот и завтра пригласили двух наших товарищей, того же Кулера и Денисова. Мы завтра отправляем вместе с чиновниками, они появятся, насколько я понял, и по магазинам, и по коммерсантам в целом, с большим рейдом. Потому что действительно резонанс был очень большой. Допустим, в одной социальной сети огромное количество просмотров, там тысячи лайков и большое количество комментариев с поддержкой. У нас республика ТВ, она очень своеобразна с точки зрения политического процесса. Народ крайне пассивен с точки зрения каких-то политической активности, с точки зрения высказывания каких-то своих мнений. Только в социальных сетях, только под какими-то непонятными вниками. Чтобы кого-то вытащить на митинг, элементарно даже согласованно. Это нужно, не знаю, это титанические усилия. Народ, увы, он очень крайне скептически относится к митингам, как к форме проявления какой-то гражданской активности и высказывания оппозиции. В свое время, я помню долго о ковидных ограничениях, мы максимум, сколько могли собрать, это 50 человек. В Центральном парке, там, где, в принципе, по закону определено, здесь гай-парки, где мы можем проводить вот эти все мероприятия. Но, кстати, ОМОНа и милиции было чуть ли не в полтора раза больше, чем нас. То есть, соответственно, митингующие. Мы там против роста цен на уголь митинговали, против роста тарифов там и так далее, ЖКХ. Так вот, к чему этот вопрос? В Туве надо постоянно проводить вот эту пропаганду именно активности, гражданской активности. Есть и ребята молодые, и средневозрастные, но, понимаете, они единицами могут прийти, что-то написать, делать. А в целом, чтобы кто-то встал и пришел на митинг. Поэтому, когда мы написали, что явка будет 150 человек, мы действительно никого не обманывали. Мы даже больше бы собрали. Это за счет наших внутренних ресурсов. Вот у нас резограф есть здоровый, мы там напечатали уже кучу всевозможных листов. Мы хотели на подъезды клеить, вызывать людей, чтобы они свои права боролись. Поэтому митинг, безусловно, в рамках законодательства Российской Федерации мы не призываем ни к каким бунтам. Мы просто хотим показать населению, сказать, что хватит молчать. Это касается каждого из нас. Это залазит к нам в карман каждому. То есть и детей из-за этого, может быть, неписочной степени кто-то кормит. И одежду себе не может купить. Элементарно, эти дети в Доширакле едят люди. Потому что мы даже сюжет сделали про Доширакле. Там люди, там целая волна возмущения была. Ну да, что у людей реально нет денег, зарплаты не растут. Поэтому абсолютно адекватные требования к правительству российскому. И в то же время, когда нам говорят, а что вы предлагаете, действительно, с властью надо будет встречаться, я думаю, говорить о том, чтобы создавать, может быть, какие-то муниципальные предприятия, те же самые магазины, где будет идти закупка определенной группы товаров. Делается определенная наценка на них. Не больше, там, не знаю, там, инфляции, там, или в пределах определенной покупательской способности. Чтобы люди реально могли там затариваться. При средней зарплате в Туве в тысячи 18-24, это средняя зарплата, хотя говорят, что она в районе 40 тысяч, но это не так. При средней зарплате в 20-24 тысячи с полной нагрузкой, допустим, у педагогов и так далее, то о чем вы говорите? А, аренда колоссально дорогая. Тува по аренде равна с Москвой. Если, допустим, вы приедете в Туву, заходите там работать, то смотрите, снимаете квартиру, вы снимете в какой-нибудь хрущевке, не знаю, там, 30 с чем-то квадратов со вторым советским ремонтом, годов 70-х, если это можно так назвать, вы снимете в районе 25 тысяч. Если вы там увидите вот какой-то маломальский какой-то ремонтик, там, не знаю, еще что-то, то оно будет в районе 35 тысяч, 40 тысяч стоить. При этом доходы очень маленькие, то есть строительный сектор очень слабо развивается. Так вот, и вот завтра мы пойдем вместе с представителем правительства. Я хочу отдать должное, что они так оперативно собрались. Хотя они говорят, что это у них постоянно проходит подобного рода штабы, но если даже на этом, на крайнем штабе они говорили о нас, и они подняли эту тему, услышали нас и пригласили на разговор, я считаю, это абсолютно адекватный знак. То есть знак, когда слышат и понимают. Каков итог этого будет? Но это все зависит от переговоров, от того, что мы готовы, как коммунисты, предложить. Поэтому идем, работаем дальше, рук не опускаем. Даже несмотря на то, что будем что-то предлагать, одиночки будем проводить, общественное мнение будем поднимать. Потому что у чиновников главная задача – работать во имя народа. Это не громкие слова, надо просто пахать. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин